Ну а завтра стартует 27-й международный кинофорум «Листопад». В афише 98 лент, более чем из четырех десятков стран. Это новое дыхание форума, новые логотипы и статуэтка, новая команда и новые сверхзадачи. Подробнее в предпремьерном показе фестиваля, эксклюзивно для агентства Тельновостей. Листопад все еще ищет свое лицо. Была волна ностальгии, был фестивалем именно как постсоветского кино. Дальше, с течением времени, он позиционировался уже как фестиваль стран бывшего социалистического лагеря. Но в этом году вы сняли эти ограничения, это все зачеркивается, и фестиваль просто становится международным. Почему так сделано и оправдано ли это? Оправдано. Беларусь, несмотря на санкции, разговоры вокруг страны, на препятствия, все время говорит, мы открыты для диалога в любой области. Будь это область кино, либо область экономики, либо политики. Поэтому мы через фестиваль тоже заявляем о своей открытой политике. За короткое время мы собрали заявки почти из 60 стран, были представлены около 300 фильмов. Среди зрителей есть армия скептиков, уже тех лютых комментаторов, которые высказываются от обычных фестивалей «Уже не тот», до каких-то громких высказываний, что где VIP-ы, где фильмы. Какое кино вы хотите? Посмотрите географию, почитайте аннотации фильмов, посмотрите награды этих фильмов. Там есть и Каннский, и Берлинский кинофестиваль, и ряд других крупнейших мировых фестивалей класса А. И эти фильмы представлены и на нашем фестивале. Чего вам не хватает? Всегда приковывала внимание красная дорожка. И всем было приятно видеть знакомые лица. Почему с каждым годом звезд становится меньше? Если ты привозишь звезду, у нее же какая-то функция должна быть не только пройти по красной дорожке. Она должна либо представить фильм, либо какой-то мастер-класс провести. Приглашение ряда звезд требует иногда и финансовое уложение. Затраты даже на пребывание, когда требуется бизнес-класс, перелет, проживание в дорогих гостиницах. То есть более требовательные стали звезды, это раз. Они снимаются массовым кино, блокбастерах, которые не всегда попадают в фестивальные программы. Давайте скажем откровенно, в этом году мы рассчитывали на большее количество гостей, но пандемия тоже не поспособствовала приезду. Не могу не спросить про бывшую дирекцию все-таки, потому что мне кажется, этот вопрос все еще не разрешен, какая-то точка не поставлена. Время, когда листопад перешел в руки частной дирекции, частной фирмы, это как раз время, когда вы были первым заместителем министра культуры. Была ли это ошибка и вообще как принималось это решение? Тогда было решение, наверное, правильно, потому что, возможно, киностудия не была тогда готова к тому, чтобы принять фестиваль. Вместе с тем, говорить плохо или хорошо, пуздитель дает оценку. А что касается фестиваля, он всегда принадлежал государству. И плюс это фестиваль стратегического характера. Это не просто некий отчет о производстве в мире фильмов. Это фестиваль презентации страны. И, как вы понимаете, презентация – это возможность работать с Белоруссией, возможность создания коопродукции. То есть задачи, сверхзадачи этого фестиваля несколько изменились. Они расширились. Поэтому пусть недоброжелатели спят спокойно. Мы делаем праздник для кинозрителей, а потом только продвижение личных интересов к киностудии. Ну что же, тогда приятного нам просмотра. Будем ждать фестиваля. Спасибо вам. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok